Гаснет свет, зал полностью погружается в атмосферу авторского кино. Здесь те, кто помнят и чтит прошлое своего государства. Фильм имам Абу Иса Мухаммад Теремези. Он о детстве, юности и зрелости одного из знатоков хадисов, священных писаний. Всего полтора часа для того, чтобы показать зрителю историю одной выдающейся личности. 85 минут на то, чтобы успеть начать рассказ и логически его завершить. Фильм – это право, нормы морали по отношению к человеку, людям, Богу. Йонэ Абу Иса отличается от своих сверстников. Уже в школе в возрасте шести лет обладает отличной памятью. Знает наизусть десятки тысяч хадисов, чем вызывает насмешки одноклассников. Главный герой проходит долгий и сложный путь. За последние 40 лет это первый исторический и религиозный фильм Узбекистана. Вместе с аренбуржцами фильм смотрит и сам режиссер. Абдухалил Мигнаров – выдающаяся личность в истории узбекского кино. За спиной более десятка отснятых картин. Однако «Ад-Термези» – одна из самых сложных работ, говорит режиссер. Съемочный процесс шел три года. Снимали и в буре, и в 40-градусную жару. Другой проблемой стали сложности со сбором информации. Когда я взялся, я не думал, что настолько про него не будет материала. Я не находил материала. И боролу азарт такой. Понимаете, я начал искать. Нигде, ну очень мало. Он как родился, что написал около 4 тысячи хадисов. Узбекские фильмы «Мама Бу Иса» Мухаммад Термези показан в рамках 12-го кинофестиваля «Восток-Запад», но вне конкурсной программы. Однако для зрителей это не имеет значения. Каждый пришел сюда, чтобы прикоснуться к истории своего народа. Стараюсь поддерживать духовную практику. Сам я мусульманин. И каждый мусульманин знает, наслышан о трудах имама Термези. Немного фильмов, к сожалению, выпускается про великих таких личностей. Надеемся, что впоследствии будет фильмов намного больше. Абдухалил Мигнаров признается, важно, чтобы его идеи нашли отклик не только у киноведов и критиков, а затронули сердце, разум и душу каждого зрителя. В планах создание и еще одной исторической картины. Какой это станет известно уже на следующем кинофестивале. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.